и вот возьмем латвию совсем недавно там был действительно период когда если ты покупаешь недвижимость за сто пятьдесят тысяч евро то ты получаешь возможность год находиться получаешь одним словом инвестиционную визу и каждый год я продлевает период 5 лет через пять лет ты сдаешь экзамен по латышскому языку и можешь получить визу на постоянное место жительства сдав языковой экзамен ты можешь претендовать на получение гражданства в латвии вот чем суть получается что тогда латвия приобретает богатого человека который имеет недвижимость который оплачивает все свои расходы то есть вы понимаете в чем суть да при том это стимулирует строиться внутри страны когда строить идет строительство это работает цементная отрасль работает энергетика развивается инфраструктура то есть цель понятно да они привлекают например такие страны богатых обеспеченных людей при том интегрирует демократическое общество и дальше куда девает деньги страна как я говорил бесплатный транспорт бесплатное образование бесплатно школьникам книги учебники так далее то есть вырученные средства приходит бюджет страны и их распределяет парламент депутаты прозрачно а что получается в нашей стране бюджет нашей страны не прозрачный назарбаев может просто всех собрать сказать 10 миллиардов отдайте моим банкам как вот недавно сказал 600 миллиардов тенге нужно поддержать банки 500 миллиардов тенге нужно профинансировать несырьевой сектор я тебе председатель национального банка говорю куда эти деньги отправить я тебе скажу кто должен эти деньги получить вы понимаете да это в этом не участвует ни народ не парламент даже правительство то есть деньги распределяет кто но султан назарбаев кто миллиардер в этой стране но султан назарбаев то украл у страны минимум 200 миллиардов долларов но султан назарбаев кто самые богатые люди этой страны но султан назарбаев его ближайшие родственники весь forbes все ключевые позиции это он сам его близкие родственники и подставные миллиардеры вы понимаете да